Друзья, всем привет! Сегодня у меня видео будет посвященное волнистым попугаям, разведению волнистых попугаев, содержанию волнистых попугаев. В общем, если вы являетесь владельцем этих замечательных австралийских птичек, то это видео будет полезно для вас. И, соответственно, подписывайтесь на канал, потому что будет видео многосерийное, будем содержание разбирать, разведение разбирать волнистых попугаев. Вы узнаете, что можно давать в качестве корма птицам, какую траву можно давать, какие овощи, как вообще разводить, откуда берутся птенцы. В общем, все это поэтапно будем изучать. Сегодня я вам покажу своих новых волнистых попугачков, которые уже готовы к разведению. В общем, обо всем по порядку начнем смотреть. Подписывайтесь обязательно на канал, переходите по ссылке в описании, Яндекс.Дзен обязательно подпишитесь. Там будут чаще выходить видео. Приятного просмотра! Итак, друзья, перед нами волнистые попугайчики. Кто не подписался, обязательно подпишитесь на канал. Переходите по ссылочке на Яндекс.Дзен, подписывайтесь. Будем смотреть этот сериал про волнистых попугаев на Яндекс.Дзен. Ссылка в описании, кто смотрит на Ютубе. Кто смотрит на Яндекс.Дзен, то молодцы, что подписались. Спасибо. Приятного просмотра! Итак, перед вами волнистые попугаи возрастом. Ну, будем примерно говорить. Потому что точно здесь сложно сказать. Кто-то выупился чуть раньше, кто-то чуть меньше, кто-то чуть позже вернее. Здесь у нас получается 4 пары. Ну, 100% хорошие будет 3 пары. А вот мне просто один самечик тут не нравится. Поэтому будет как запасная самочка. В общем, посмотрим. Вот такие вот птички. Волнистых этих я приобрел год назад. По возрасту я забыл сказать. Им примерно 11 месяцев. Может быть, 12 месяцев. Вот так. То есть, птица уже паловозрелая. Готова к размножению. Все классно. Итак, я их принес в это помещение. Сейчас я вам покажу это помещение. Пока мы с вами будем осматривать помещение, я надеюсь, птички сообразят и вылетят с этой переносочки. Она что-то закрывается сама. Все. Итак, смотрите. Здесь вот остатки проводов. Это здесь жили неразлучники. Они сгрызли все провода. Они сгрызли. Вот, смотрите. Я вчера тут все заштукатурил. Вот эту звездку все погрызли. Вот такие вот палки они погрызли. Здесь жили неразлучники. Вот там каким-то образом дотягивались до потолка. Значит, возле окна, обратите внимание, вот сгрызли кирпич. Сейчас крупным планом покажу. Вот, друзья, подоконник оконный. Видите? Здесь был мягкий кирпич. Ну, строители называют этот кирпич затирочный. Кто в курсе, знаете. Вот этим кирпичом раньше затирали швы. То есть, он мягкий. Неразлучник его, видите, идеально кушает. Твердый кирпич рядом вот он не взял. Ну, как бы это полезно. Хотя я давал минеральные камни, но все равно кирпич они предпочитают лучше. Это про неразлучников. Здесь вот, видите, стену погрызли. Тоже они нашли мягкий кирпич. Садились вот таким образом и съедали. Ну, с одной стороны, очень хорошо птица стачивает естественным образом когти. У нее не перерастают когти. В общем, вот такой вот общий вид помещения. Здесь у нас вентиляция есть, которая постоянная. Затем есть вентиляция. То есть, это окно. Оно открывается. Я здесь сделал сетку. Внизу окна будет батарея. Это мы будем зимой по возможности подтапливать. Значит, здесь все я протер, прочистил по возможности. Сейчас оставил вот эту вот жардину, оставил. Ну, птицы, думаю, сейчас хоть надо куда-то сесть, потому что еще не готово здесь. Нету жордочек, вы видите, ничего. Сейчас птицы полетят. Куда им садиться? Ну, стол. Стол остался. Вот этот стол. Я думаю, он останется. Сейчас кормушки помоем, обработаем. И будем здесь кормить птицу. Значит, что хотел сказать. С чего все начинается? Вот притащил волнистых домой. Куда их девать? Вот выбрали помещение, допустим. У кого-то там гараж, у кого-то это летняя кухня, у кого-то это в зале уголочек живой. В общем, хозяйственная постройка, назовем это так. Обработать надо все это дело всякими разными, чтобы убить микробов, условно говоря. Вирусы, микробы, мало ли что, не знаю. В общем, продезинфицировать помещение. Я продезинфицировал вероцит. Есть такой препарат вероцит. Не буду рекламировать, показывать этикетку. Просто запомните вероцит. Кому интересно, можете взять книжку, почитать про вероцит. В общем, он убивает очень много микробов. Хороший препарат. Все это я вчера обработал вероцитом. За ночь все это дело высохло. Стены абсолютно сухие. Но он мокрый. Пропитались стены. Все это высохло и обеззаразило. Обеззараживание произошло, условно говоря. Может тут... В общем так. Теперь я хочу все это дело побелить известкой. Вот это вот. Это я... Под железо я замуровал провод. Провод. Тут идет проводка. Видите, здесь будет... Ну, может быть, выключатель будем ставить. Освещение будем делать. Птички начинают потихоньку вылетать. И вот, пожалуйста, видите, сразу присест готов. Надо сделать будет нормальный присест. Нарежем веток хороших. Сделаем с корой, чтобы как положено, чтобы птица садилась на ветки с корой. Это по здоровью будет птице полезно. Кто не знал, имейте ввиду. Если у вас старые или пластиковые жердочки, замените их. Поставьте свежие веточки. Отрежьте там, я не знаю, на даче или у кого-нибудь. Или купите. Продаются даже в зоомагазинах. Хорошие ветки есть. Так, значит, такое дело. Помещение мы обработали. Давайте сюда поставим. Пока будем разговоры разговаривать, птички начнут потихоньку вылетать. Значит так. Обработали вероцидом. Затем сейчас выключаю камеру и все это дело побелю. Побелю. Побелка это тоже будет своего рода дезинфекция. Птицу обрабатывать, я думаю, в принципе не надо. Потому что визуальный осмотр показал, что птица в плане паразитов, пухоеда, пироеда не имеет. Птица чистая. Визуальный осмотр позволяет это как бы все сообразить. То есть перо не повреждено, значит все хорошо. Ну в общем, друзья. Что я хотел сказать. То есть вот это помещение будем оборудовать. Сейчас, думаю, недельку-другую, может быть 5 дней, 4 дня будем ставить домики. Покажу, какие домики идут для волнистых, какие можно использовать. Ну и постепенно, потихонечку будем с вами изучать, как и что. В основном будем изучать кормление. Потому что у волнистых попугаев все здоровье зависит от кормления. Ну и, конечно же, содержание. Полеты очень полезны. Если вы держите одного попугайчика дома в клеточке, обязательно выпускайте его полетать. При этом кормите его как можно разнообразно. А разнообразное кормление, это значит ветки, зелень, допустим, одуванчик, мокрица, лебеда, щерица, крапива, подорожник, цикорий, печи горец, бархатцы, миллион трав, ботва лука, ботва чеснока, петрушка, укроп, базилик, сельдерей. В общем, перечислять можно сколько угодно. Вот, смотрите, я сегодня притащил аптечную ромашку. Сегодня мои попугаи будут кушать вот эту аптечную ромашку. Данная ромашка произрастает на обочине дорог, на холмах, на буграх, на сопках. В общем, вот, смотрите, как она выглядит. У нее лист, как укропа. Ну и сама она такая вот ромашка. По мне, так это обыкновенная аптечная ромашка. Можно часть засушить и потом использовать как присыпка в те же гнезда, в дуплянки, чтобы птицу не одолевал пироед, пухоед. Можно где-то там в углу насыпать. Но я пока кормлю. Пока есть свежее, я кормлю. Сейчас давайте вот сюда положим. Они вылетят из клеточки, потом увидят, все равно покушают. Вот, немножечко веточку одну положил, хватит. Корм пока у них обычный. Это проса, овес, семечки и отстойная вода. Воду для волнистых попугаях, кстати, можно давать отстойную. Или с кулера, у кого есть кулер. Кипяченую тоже можно, но в редких случаях. Когда никакой воды нет, вы можете скипятить. А зачем кипятить? Зачем кипятить? Можете не кипятить. Но вот, допустим, у меня в городе вода содержит хлорку. То есть, если птица будет пить хлорированную воду, то у нее микрофлора кишечника нарушится. Будет разжижение крала, так называемое. Ну и птица может, соответственно, заболеть. Нарушится пищеварение и прочее, прочее отсюда последствия. То есть, хлорка нежелательна. Поэтому вот я рекомендую поить птицу отстойной водой или с кулера кормить разнообразно. Как разнообразно, постепенно в видео буду. Вот, допустим, сегодня вы узнали о ромашке. Наверняка многие эту ромашку не давали. Вот эта ромашечка я еще раз показываю. Тут уже, видите, переспело. Семена, лепестки, вернее, отлетели. Вот такую ромашку птицы будут с удовольствием кушать. Конечно, у меня они не очень ручные. Все, улетел, до свидания, да? В общем, такие дела. В этом помещении будет произведена, значит, побелка. Это будет то же самое, что дезинфекция. Жордочки установим. В общем, сделаем такой уголочек, где будем разводить этих прекрасных волнистых попугаев. Ну, на этом мое видео подходит к концу. Обязательно подпишитесь на канал. Продолжение следует. И до скорой встречи. Всего вам хорошего, здоровья. Вашим пернатым питомцам. Вам хорошего настроения, чтобы все было у всех хорошо. Все, друзья, до скорой встречи. Видите, как они прижухли. Место новое. Они у меня росли в другом месте. Сейчас давайте я вам немножко покажу, как самец от самки отличается. По переносице. Вот синее. Вот видите, синий. Это самец. Вот он. Я потом отдельно вам видео сделаю, покажу, объясню, как мальчика, девочка отличаются. Потому что вот у этого, вот сейчас был здесь розовый восковица. Но это тоже самец считается. Уже взрослый самец. А восковица розовая. Вот он сидит. Спасибо.